Привет, друзья! Сегодня 17 августа, на улице довольно уже прохладно, поэтому я одел кофту, штаны и еду по плану на тренировку. Сегодня буду качать бицепс, наверное, и ноги. Там у нас есть штанга и, как бы, довольно неплохо. Там, конечно, блинов нету, но есть зато колеса эти от машин. Увидите. Вот. Ну, поехали, чё? Блин, ребят, жалко, конечно, что лето заканчивается. Всё-таки уже холодно становится. На море не покупаешься. Я в этом году купался только, наверное, два раза максимум. Ну, даже можно считать полтора. Потому что один раз я купался только ради видоса. Снимал видосы, мне надо было забежать в море. Вот. Полтора раза искупался. Так что смотрите, какой ручеёк классный. Ладно, всё. Пошёл я на тренировку. Друзья, я пришёл. На улице стало теплее гораздо, потому что появилось солнышко. И тут никого нет. Опять всё в моих руках. Можно будет без кофты позаниматься. Потому что солнышко. Правда, затухим, но солнышко. Вот так вот. Ладно, поехали. Итак, у нас есть тут штанга. Это отлично вообще. Сегодня покачаю бицепс штангой. И на ноги тоже поделаю. Повешу вон те колёса. И будет ништяк. Да вообще можно все повесить. И эти, и те. Будет где-то килограмм, наверное, ну 85-90, не знаю. Ладно, сейчас посмотрим. Некоторые мужики вообще вот эти плиты, короче, ложат. Но они не тяжёлые тоже. Они не каменные, ничего. Вроде из чего-то сделаны, не знаю. Но это не камень. Так что вот. Ладно, погнали. Разминаемся. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok Ну я чё-то решил начать тренировку с накачки бицепсов. Потом на ноги перейду. Оставлю ноги напоследок. А то потом ходить сложно будет. Всё-таки как же хорошо, как-то никого нету. Ты тут один такой, одиннёшенький. И просто отлично вообще. Вся территория твоя. Можно заниматься идеально. Велосипедисты едут. Что же, ребят, я не буду суперсеты на пицепс сделать сегодня. Я сделаю сначала штангой, потом на перекладине, как обычно. И теперь снова бомбим штангой, грифом. Субтитры сделал DimaTorzok Насос. Дождь пошёл. Чё делать? Фигово. Короче, таких подходов я делаю 4 грифом подхода и 4 на турнике. Блин, дождь, это фигово. Смотался я пока что под крышу. Сейчас дождь кончится. И тогда продолжим, блин. Хотя я не уверен, что он кончится. Льёт как из ведра. Не знаю, на камере видно, нет? Тучи вон чёрные. На камере, наверное, не видно. Но льёт жёстко вообще. Чё тут можно поделать в этом сарае? Я думаю, прессак можно покачать. Пока дождь идёт. Так, это и сделаем. Друзья, многие спрашивают, блин, как начать усердно тренироваться? Как там, блин, каждый день регулярно там, да, просыпаться и всё такое? Я вам скажу, как вы начнёте тренироваться, у вас будет это выработано как наркотик просто. Вы без спорта жить не сможете. Ну, я не знаю, там потренируетесь месяцев пять, и у вас просто это в крови уже будет, как будто прирождённый. Как наркотик, это сто процентов. И знаете, даже если, например, алкоголик, да, и он пойдёт в зал, то он спокойно может забросить алкоголь и получать вот этот послетренировочный, как сказать, не адреналина, выброс гормон, да, в кровь. Когда ты идёшь, у тебя немножко так, ну, как бы перед глазами мутно, как после пьянки. И это очень похожая ситуация, очень похожие эффекты. Поэтому алкаш и спортсмен — это почти одно и то же. Да нет, конечно, блин, спортом, конечно, полезнее гораздо заниматься и эффективнее, и у тебя будет красивое тело, и это, конечно, и есть мотивация. Когда ты смотришь в зеркало, тебе как бы не хочется забрасывать вот это тело, красивое твоё, не хочется жиреть, блин, а хочется становиться лучше и лучше. В этом весь прикол, понимаете? Продолжаем бомбить в руки. Итак, друзья, я сделал восемь повторений. В сумме 4 на перекладине и 4 с грифом, так что теперь бомбим ноги. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Конечно, редко летом тренирую, а надо бы, потому что у меня ноги не особо хорошо накачаны, так как большинство времени качаю на турниках и брусьях, но тут есть, конечно, возможность хорошая. Штанга есть, а я её не использую. Вот дырачок. Конечно, ноги не такие сильные, как битка у меня, например, но будем стараться качать. Ну всё, друзья, обычно делаю по 6 подходов на ноги в качалке. Вот, любого упражнения. Тут, конечно, можно сделать выпады ещё, но мне как-то лень уже, я устал. Вот, так что всё, всё хорошо позанимался, на выпады, к сожалению, сил не хватило, я уже устал. 8 подходов на бицепс сделал и где-то 5-6, я уже, блин, забыл, вроде 6 подходов на ноги. Так что да, всё забилось, всё хорошо, потренировались, день удался. Друзья, знаете, что хорошую мотивацию даёт для тренировок? Смотрите спортивные видео, где там девушки качаются, парни качаются, у всех хорошие фигуры. Офигенно выглядят, и это очень сильно мотивирует. Ты смотришь на себя в зеркало, блин, почему я такой уродливый, почему я такой жирный? У меня ни кубиков, ничего нет, а у этих, блин, парней такая сила воли, блин, у девчонок. Они качаются, всё классно, достигают всего, а я такой просто безвольный тип. И это очень сильно мотивирует. И, кстати, если вы начнёте качаться, то как бы прогресс будет, и вам захочется ещё больше прогресса. Как я уже говорил, это как наркотик. Наркотик не только в том, что, типа, тебе придётся постоянно заниматься. Наркотик в том, что... это второй наркотик, да? В том, что у тебя как бы идёт прогресс, и ты от него зависишь. То есть ты не хочешь его потерять, и хочешь всё больше и больше прогресса. Вот дебил у меня навстречу едет на машине конченной. Короче, вот. Так что занимайтесь, ребят, тренируйтесь, смотрите мои видео, как я потею. Вот. И всё у вас будет хорошо. Всем пока, ребят. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, обязательно подпишитесь на канал. И вам хорошая жизнь тогда будет. Всё, пока, ребят. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok